всем привет с вами евгений мой был телефон точка ру и распаковка смартфона apple iphone 7 plus в черном матовом цвете компания наконец-то поменяла способ вскрытия упаковки теперь есть такой удобный язычок мы за него тянем и все никакие ножи никакие ножницы больше не требуется оформление коробок достаточно сильно изменилась особенно в случае с jet black там коробка полностью черная открывается она точно также нужно поднять вверх небольшая вводная информация по органам управления 3d touch сканер отпечатка пальца клавиши блокировки lightning скрепка яблочки но куда интереснее то что находится здесь выглядит очень классно не жалея что заказал матовый а не глянцевый то есть выглядит он реально прикольно но более практичный случае со старыми моделями у нас телефон далее документация наушники кабель и блок зарядки аксессуары в коробке уложены немного иначе блок зарядного устройства наушники и кабель так как разъема три с половиной миллиметра в айфоне больше нет то в качестве такой компенсации пользователям предлагают переходник с трех с половиной на lightning говорят сами наушники стали звучать получше ну наверное это правда но пользоваться ирподсами я не могу потому что они не очень хорошо сидят в моих ушах предлагается это все порвать чтобы достать это типа чтобы аккуратно не укладывали назад и не продавали под видом новых в коробочку вот lightning ну и собственно комплект поставки смартфон аудио переходник гарнитура earpods зарядное устройство кабель lightning иголка документация и наклеечки для активации телефона требуется вставить сим-карту любопытно что в некоторых магазинах это платная опция то есть они помогают за деньги активировать iphone за немалые деньги обдуривая покупателей конечно отдавать им деньги за такое вот не надо сим-карта вставлена страна россия вайфай я уже настроил активация произошла геолокацию давайте включим отпечаток пальца можно настроить и пароль пока настрою его как новый потом конечно же все перенесу владельцы айфона знают как это просто как это удобно покупать iphone и переносить на него буквально пару кликов всю информацию вот андроида бы такое siri не хочу новая кнопка home 3 самый такой нормальный прям хорошо откликается увеличение чем больше iphone тем всем мельче здесь с увеличенным как-то мне больше нравится спереди отличить 6s плюс и 7 плюс нереально не нажав на клавишу home здесь она механическая здесь сенсорная с таптик энджин и я хочу сказать вам что этот таптик энджин очень крутой реально прикольно нажимать блин круто а вот с обратной стороны все куда нагляднее особенно с черными версиями собственно именно поэтому черный матовый и черный глянцевый в большом дефиците если же вы опростоволосились и отдали кучу денег за золотой белый или розовый iphone 7 плюс то есть еще три момента которые позволяют подать сигнал окружающим что у вас не какая-то там нищебродская шестерка во первых отсутствие аудиоразъема во вторых полосочки вот это вот убожество китайская канула в лету и теперь полоски очень аккуратные идут они вдоль профиля и в случае с черными они практически незаметны ну и в третьих и в самых главных камера была бы такая вот фитюлька такой пупырышек который так и хотелось срезать под ноль ну а теперь двойной царский модуль двойная камера может в портреты очень круто размывая фон для этого надо поставить бета-версию ios также она способна на двойное оптическое увеличение что мне понравилось при первом знакомстве ну для начала дизайн в черном действительно классно выглядит несмотря на все эти гигантские рамки огромные отступы и просто нечеловеческую эргономику смотрится он супер также мне понравилась новая кнопка home с taptic engine нажимать на нее одно удовольствие у камеры высокий потенциал будем изучать ну и нельзя не отметить экран сочный яркий классный отказ от трех с половиной миллиметров конечно прискорбен но я к этому почти готов жду беспроводные наушники sennheiser momentum iphone 7 plus как и iphone 6s plus а также iphone 6 plus действительно очень большой для диагонали 5 с половиной дюймов покажу его рядом с другими телефонами это xiaomi редми ноут 3 pro это meizu mx 6 и даже sony xperia z5 премиум меньше samsung galaxy s 7 edge вот какая малютка верни apollo light le eco le max 2 у него 5 и 7 дюйма и он кажется чуть чуть меньше но у меня все-таки есть один телефон который больше чем apple iphone 7 plus xiaomi mi max 644 дюйма вот это лопата я все-таки кайфую от этой кнопки taptic engine крутая вещь китайцы должны скопировать ее ну это прям та вещь которую реально надо клонировать и использовать с основным чехлом для iphone 7 plus я пока не определился 6 плюс и 6s plus у меня были в фирменных кожаных чехлах они всем хороши кроме цены и практичности в принципе то что кожа затирается это ок но не всегда кроме того они тяжелые и значительно увеличивают габариты телефона 6s plus и так тяжелый большой с таким кейсом просто гигантский 6 плюс в чехле мне порвал джинсы просто разорвал их 6s plus я даже не пытался вставлять туда потому что он еще тяжелее поэтому купил такой вот временный кейс недорогой силиконовый черном цвете легкий тонкий посмотрим как пойдет с ним пока выбираю что-нибудь на долгий срок ну может быть и этот неплохо себя зарекомендует самое фиговое фирменном чехле это бортики которые мешают пролистыванию на этом заканчиваю наше краткое знакомство с apple iphone 7 plus ждите больше материалов спасибо за внимание с вами был евгений мой был телефон точка ру жмите лайк подписывайтесь на канал смотрите другие видео и до свидания подписывайтесь на канал